Из конференц-центра на Храмовой площади в Солтвейк-Сити, США, идет трансляция субботней утренней сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Члены Церкви и должностные лица собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись-перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве Церкви. Братья и сестры, приветствуем вас на субботней утренней сессии 188-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как же это замечательно — собраться вместе. Мы выражаем свою любовь и тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих участие в этой конференции по всему миру. Президент Рассел Нелсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам Церкви, которые будут присутствовать на всей конференции. Как вам известно, мы с грустью отмечаем, что в прошлый понедельник скончалась сестра Барбара Боуин Баллард, жена президента М. Рассела Балларда, исполняющего обязанности президента Кворома 12 апостолов. Сестра Баллард всю жизнь была столпом силы и праведности. Она оказывала огромную поддержку своему мужу в его призваниях на протяжении многих лет. Мы выражаем нашу искреннюю любовь и соболезнования семье Баллардов, а также всем, кому будет ее не хватать. Мы отмечаем необычно большое число стихийных бедствий, которые за последние месяцы коснулись очень многих людей по всему миру, и выражаем искренние соболезнования пострадавшим. Мы искренне благодарим всех тех, кто оказывал помощь в этих суровых условиях, пожарных, спасателей, волонтеров и других людей, которые продолжают устранять последствия этих бедствий. Мы рады, что можем как Церковь участвовать в гуманитарной работе и молиться о безопасности и покое всех тех, кого коснулись эти трагические события. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, органисты Брайан Мэтьяс и Ричард Эллиот. Хор открыл это собрание гимном «О веди нас и Егова», а теперь любезно исполнит для нас гимн «Проснулось утро». Вступительную молитву затем произнесет стаишина Крейг Кэрден, член Кворума 70, после чего хор исполнит песню «Если сердцем слушаю». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 и молимся за всех, кто будет участвовать в этой сессии, чтобы все было сделано согласно Твоей воле. Восвященное имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры! Мы с нетерпением ждали возможности снова встретиться с вами на этой Октябрьской Генеральной Конференции Церкви. Мы от всего сердца приветствуем каждого из вас. Мы глубоко признательны за ваши молитвы, которые поддерживают нас. Мы ощущаем их влияние. Спасибо вам! Мы признательны за то, что вы с таким прилижанием стараетесь следовать наставлениям, прозвучавшим на Генеральной Конференции полгода назад. Президентство Колев по всему миру стремились получить откровения, необходимые для реорганизации кворумов старейшин. Мужчины из этих кворумов, наряду с нашими преданными сестрами из общества милосердия, усерднее трудятся, стараясь заботливо служить братьям и сестрам более высоким, более святым путем. Нас вдохновляет ваша праведность и необыкновенные усилия, призванные нести любовь Спасителя вашим близким, соседям и друзьям, и служить им так, как служил бы Он Сам. Со времени апрельской конференции мы с сестрой Нельсон встречались с членами Церкви на четырех континентах и на островах морских. Повсюду, от Иерусалима до Харары, от Виннипега до Бангкока, мы видели вашу огромную веру и силу ваших свидетельств. Нас переполняет радость при виде многочисленных юношей и девушек, которые присоединяются к молодежному батальону Господа, помогая собирать рассеянный Израиль. Мы благодарны вам и, продолжая следовать моим призывам, прозвучавшим на всебирном молодежном божественном часе для молодежи, вы закладываете стандарты, которым будут следовать все мы. В последние годы, участвуя в председательствующих советах Церкви, мы старались решить фундаментальный вопрос. Как донести Евангелие в его простой чистоте и таинство, имеющее вечную силу, до всех Божьих детей? Мы, святые последних дней, привыкли думать о Церкви в общем, как о мероприятии, которые проходят в домах собраний и дополняются тем, что бывает у нас дома. Такое положение дел требует изменений. Настало время Церкви, центром которой служит дом и которая подкрепляется тем, что происходит в наших зданиях небольших приходов, в больших приходах и в кольях. Церковь продолжает расти по всему миру, и многие прихожане живут там, где нет наших зданий и, возможно, не будет в обозримом будущем. Мне вспоминается одна семья, которая в силу таких обстоятельств приходилась проводить собрание дома. Я спросил мать, нравится ли ей посещать Церковь в собственном доме. Она ответила, очень нравится. Теперь муж внимательнее следит за своей речью в доме, зная, что здесь ему придется каждое воскресенье благословлять причастие. Долгосрочная цель Церкви — помогать всем своим членам развивать веру в Господа Иисуса и Его искупление, поддерживать их в заключении соблюдения заветов с Богом, а также укреплять и запечатывать их семьи. В этом сложном сегодняшнем мире это нелегко. Нападки искусителя на веру, на нас самих и наши семьи усиливаются в геометрической прогрессии. Чтобы духовно выжить, нам нужна стратегия противодействия и работающие на упреждение кланы. По этой причине сейчас мы хотим внести организационные изменения, которые помогут сделать сильнее наших членов Церкви и их близких. Не один год церковные руководители трудились над составлением единого учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке Церкви. Его цель состоит в том, чтобы укреплять семьи и отдельных людей посредством изучения доктрины, укрепления веры и углубления личного поклонения Богу. Последние годы мы прилагали немало стараний чтить день субботний, сделать его отрадой и личным знаменем нашей любви к Богу. Теперь они будут подкреплены изменениями, о которых мы вам сообщим. Сегодня утром мы объявим о новом балансе и взаимосвязи между обучением Евангелию в семье и в Церкви. Каждый из нас несет ответственность за собственный духовный рост. И Священные Писания дают четко понять, что главная ответственность за обучение детей доктрине возложена на их родителей. Обязанность Церкви — поддерживать каждого прихожанина в выполнении цели, назначенной Богом, позарастать в познании Евангелия. А сейчас старейшина Квентин Кук разъяснит эти значимые изменения. Все члены Совета Первого Президентства и Кворма Двенадцати Апостолов единогласно ободряют послания, с которыми он выступит. Мы с благодарностью признаем вдохновение от Господа, которое повлияло на разработку планов и процедур, о которых расскажет старейшина Кук. Мои дорогие братья и сестры, я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Это Его Церковь, которой Он руководит, посылая Своим смиренным слугам пророчества и откровения. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Как только что прекрасно и красноречиво изложил президент Рассел Нельсон, церковные руководители долгое время работали над составлением единого учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке церкви. Его цель состоит в том, чтобы укреплять семьи и отдельных людей посредством изучения доктрины, укрепления веры и развития навыков личного поклонения Богу. Затем президент Нельсон объявил об изменениях для достижения нового баланса между обучением Евангелию в семье и в церкви. Для достижения этих целей, описанных и поставленных президентом Расселом Нельсоном, а также в соответствии с решением Совета Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов, начиная с января 2019 года, расписание воскресных собраний будет изменено следующим образом. Воскресные церковные собрания будут состоять из причастного собрания, продолжительностью 60 минут, проходящего каждое воскресенье и посвященного Спасителю Таинству Причастия и Духовным Посланием. После перерыва, необходимого для разделения по классам, у членов в церкви будет урок продолжительностью 50 минут, который будет чередоваться каждое воскресенье. Уроки воскресной школы будут проводиться по первым и третьим воскресеньям. Собрания Кворумов Священства, Общества Милосердия и Общества Молодых Женщин будут проводиться по вторым и четвертым воскресеньям. В пятое воскресенье собрания будут проводиться под руководством епископа. Собрания первоначального общества будут проходить еженедельно, во время этих 50 минут и будут предусматривать время для пения и урока. Что касается расписания воскресных собраний, то высшие руководители церкви уже давно осведомлены, что для некоторых из наших драгоценных членов церкви трехчасовое расписание воскресных собраний может быть затруднительным. Особенно это касается родителей с маленькими детьми, детей первоначального общества, пожилых членов церкви, новообращенных и других. Но смысл этого изменения намного глубже, чем просто сокращение расписания воскресных собраний. Президент Нельсон с признательностью отметил, как многое было достигнуто благодаря вашей верности предыдущим призывам. Он вместе со всем руководством церкви стремится, чтобы родители, дети, молодежь, несостоящие в браке, пожилые, новообращенные и те люди, которых обучают миссионеры, могли с большей радостью жить по Евангелию благодаря сбалансированному единому учебному плану, реализуемому в стенах дома при поддержке церкви. Цели благословения, связанные с этими и другими недавними изменениями, включают следующее. Способствование более глубокому обращению к Небесному Отцу, Господу Иисусу Христу и укреплению веры в них. Укрепление отдельных людей и семей с помощью единого учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке церкви, который помогает радостно жить по Евангелию. Почитание дня субботнего и ключевой роли в этом таинство причастия. Помощь всем детям Небесного Отца по обе стороны завесы через миссионерскую работу и получение таинств, заветов и благословений храма. Такое расписание воскресных собраний предоставляет больше времени для домашнего вечера, изучения Евангелия в стенах дома по воскресеньям или когда это удобно отдельным людям и семьям. Вечер семейных мероприятий может проводиться в понедельник или в другой день. В этой связи руководители по-прежнему не должны планировать церковные собрания и мероприятия на вечер понедельника. Однако время для домашнего вечера, изучения Евангелия, а также личных и семейных мероприятий может планироваться в соответствии с индивидуальными обстоятельствами. Семейное и личное изучение Евангелия в стенах дома станет значительно продуктивнее благодаря единому учебному плану и новому пособию «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей, которые согласованы с программой обучения в воскресной школе и первоначальном обществе. С января в классах воскресной школы для молодежи и взрослых, а также в первоначальном обществе будут изучать Новый Завет. Новое пособие «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей, также охватывающее Новый Завет, призвано помочь членам Церкви изучать Евангелие в стенах дома. В нем поясняется. Этот ресурс предназначен для каждого отдельного человека и для каждой семьи в Церкви. Он составлен таким образом, чтобы помочь нам лучше изучать Евангелие, вам индивидуально или с вашей семьей. Планы изучения в этом новом ресурсе организованы согласно еженедельному графику. Новые уроки «Приходи, следуй за мною» для первоначального общества будут проходить в Церкви по тому же еженедельному графику. Уроки в классах воскресной школы для взрослых и молодежи по первым и третьим воскресеньям будут планироваться таким образом, чтобы согласовать их с новым пособием «Приходи, следуй за мною» для обучения в стенах дома. По вторым и четвертым воскресеньям взрослые на уроках для носителей священства и общества милосердия будут продолжать изучать учения церковных руководителей, уделяя особое внимание посланиям современных пророков. В эти воскресенья молодые женщины, молодые мужчины, носители священства Аронова будут изучать евангельские темы. Новые материалы для обучения в стенах дома предлагают идеи для семейного изучения священных писаний и семейного домашнего вечера. Планы на каждую неделю содержат полезные идеи относительно обучения и мероприятий для отдельных людей и семей. «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей. Также содержат много иллюстраций, которые помогут обогатить личное и семейное изучение, особенно для детей. Каждое домохозяйство получит эти новые материалы к декабрю текущего года. Президент Нельсон в своем первом обращении к членам церкви в Январе призвал нас подготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, следуя по пути заветов. Обстановка в мире требует все более глубокого личного обращения и укрепления веры в Небесного Отца Иисуса Христа и Его искупления. Господь готовил нас строка за строкой к этому опасному времени, в которое мы сейчас живем. В последние годы Господь направлял нас в решении связанных с этим важных вопросов, включая следующие. Почитание Дня Субботнего и Священного Таинства Причастия, о значимости которых напоминалось в течение последних трех лет. Под руководством епископа, укрепленный кворум старейшин и общество милосердия сосредоточены на предназначении церкви и помогают членам церкви заключать и соблюдать священные заветы. Заботливое служение на более высоком уровне и с большей святостью начинает с радостью исполняться. Пометуя о нашей высшей цели, мы делаем храмовые заветы и семейно-историческое служение осмысленной частью пути заветов. Изменения, о которых было объявлено сегодня утром, являются еще одним примером руководства, отвечающего требованиям нашего времени. Традиционный учебный план церкви делал упор на обучение в церкви по воскресеньям. Мы знаем, что чем качественнее обучение и чем лучше подготовлены ученики духовно, тем лучше становится наш опыт, получаемый по воскресеньям в церкви. Мы благословлены тем, что часто, благодаря усиливающимся влиянию духа в церкви, наше обращение становится более стойким. Новый единый учебный план, реализуемый в стенах дома при поддержке церкви, должен способствовать более эффективному развитию религиозного уклада и поведения в доме, а также личного религиозного уклада и поведения. Мы знаем о том, какое влияние духа можно ощутить в домашней обстановке и обрести его с помощью глубокого и стойкого обращения. Много лет назад в ходе одного исследования было установлено, что для молодых мужчин и молодых женщин влияние святого духа чаще всего сопровождает их личное изучение священных писаний и молитву в стенах дома. Наша цель состоит в том, чтобы сбалансировать опыт, получаемый в церкви и в домашней обстановке, таким образом, чтобы это значительно способствовало укреплению веры и духовности, а также делало более глубоким обращение к Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу. Изменения, касающиеся единого учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке церкви, обладают достаточной гибкостью, чтобы каждый человек и семья могли с молитвой определить, как и когда это применять. Например, в то время, как это значительно благословит все семьи, исходя из индивидуальных потребностей, будет совершенно уместно для молодых взрослых, несостоящих браки взрослых, несостоящих браки неполных семей СПД, новых членов церкви и других, встречаться за рамками обычных воскресных собраний, чтобы насладиться общением на евангельские темы и способствовать укреплению друг друга, изучая материалы по единому учебному плану, реализуемому в стенах дома при поддержке церкви. Это могут сделать в неформальной обстановке все желающие. Во многих частях мира люди остаются в доме собраний после окончания обычных воскресных собраний, чтобы с радостью общаться друг с другом. В объявленных изменениях нет ничего, что могло бы каким-либо образом помешать этой замечательной и полезной практике. Чтобы помочь членам церкви подготовиться ко дню субботнему, в некоторых приходах в середине недели уже рассылаются информационные сообщения по электронной почте, текстовые сообщения или сообщения в социальных сетях. В связи с последними изменениями, мы настоятельно рекомендуем использовать такие виды связи. Это поможет напомнить членам церкви о расписании воскресных собраний на текущую неделю, включая тему предстоящего урока, и поддержит продолжение общения на тему Евангелия в стенах дома. Кроме того, на воскресных собраниях для взрослых будет также предоставляться информация, позволяющая согласовывать еженедельное обучение в церкви и дома. Причастное собрание и последующий урок потребуют подготовки с молитвой, чтобы духовные приоритеты были важнее исполнения административных функций. Например, об объявлениях можно информировать в сообщении, направляемом в середине недели или в напечатанной программке. В то время как причастное собрание должно начинаться и заканчиваться молитвой, у второго собрания должна быть только заключительная молитва. Как уже упоминалось ранее, новое расписание воскресных собраний начнет действовать только с января 2019 года. Для этого есть несколько причин. Двумя наиболее важными из них являются, во-первых, необходимость обеспечения пособием «Приходи, следуй за мной» для отдельных людей и семей, на что требуется определенное время, и, во-вторых, необходимость предоставить президентам Кольев и епископам возможность подготовить расписание собраний, позволяющие большему количеству приходов собираться в более раннее время дня. Поскольку руководители искали откровения, то руководство, которое было получено в последние несколько лет, заключалось в необходимости сделать причастное собрание более духовным, почитать день субботний, вдохновлять и помогать родителям и отдельным людям сделать свой дом источником духовной силы и возрастающей веры, местом радости и счастья. Что эти изменения значат для членов Церкви Иисуса Христа святых последних дней? Мы уверены, что члены Церкви получат необыкновенные благословения. Воскресенье может быть днем изучения Евангелия и обучения в Церкви и в стенах дома. Поскольку отдельные люди и семьи участвуют в семейных советах и работе по семейной истории, оказывают заботливое служение, лично поклоняются Богу и с радостью проводят время с семьей, день субботний действительно будет отрадой. Одна семья из Бразилии относится к Колу, в котором тестировались новые материалы «Приходи и следуй за мной» для обучения в стенах дома. Отец Фернандо, вернувшийся миссионер, у которого вместе с женой Нэнси четверо маленьких детей, сообщил следующее. Когда в нашем Коле представили программу «Приходи и следуй за мной», я был очень рад и подумал, что семейное изучение священных писаний изменится. Так и произошло в моем доме. И как церковный руководитель я видел это и у других. Благодаря этому мы стали действительно обсуждать священные писания в нашей семье. Мы с женой стали лучше понимать изучаемые темы. Это помогло нам расширить наши знания Евангелия, а также укрепить веру и свидетельства. Я приношу свое свидетельство, что это было вдохновлено Господом, чтобы последовательное и эффективное изучение принципов и учений, содержащихся в священных писаниях, помогло обрести больше веры, укрепить свидетельства и принести свет семьям в мире, все больше погрязающим во грехе. Конец цитаты. В тех Колях, которые тестировали этот учебный план, были получены крайне благоприятные отзывы о пособии «Приходи, следуй за мной» для обучения в стенах дома. Многие сообщили, что вместо чтения священных писаний стали изучать их. Также всеобщее мнение заключалось в том, что это способствовало укреплению веры и замечательно влияло на приход. Цель этих изменений заключается в том, чтобы добиться глубокого и стойкого обращения взрослых и подрастающего поколения. На первой странице пособия для отдельных людей и семей указывается, что цель всего изучения и преподавания Евангелия заключается в том, чтобы углубить наше обращение в веру и помочь нам стать более подобными Иисусу Христу. Это значит положиться на Христа, чтобы изменить свои сердца. Оно помогает, выходя за рамки класса и проникая в сердце и дом человека. Оно требует постоянных ежедневных усилий для понимания Евангелия и жизни по нему. Истинное обращение требует влияния Святого Духа. Важнейшей целью и высшим благословением глубокого и стойкого обращения является достойное заключение заветов и совершение таинств на пути заветов. Мы полагаемся на вас в том, что вы будете советоваться друг с другом и искать откровения для реализации данных изменений, при этом не выходя за установленные границы и не пытаясь вводить какие-либо ограничения для отдельных людей или семей. Дополнительная информация будет предоставлена в последующих сообщениях, включая письмо Первого Президентства с соответствующим приложением. Я свидетельствую вам, что в ходе обсуждения на Совете Первого Президентства и к воруму 12 апостолов в храме, а также после того, как наш возлюбленный пророк обратился к Господу с просьбой об откровении, чтобы сделать эти изменения, все получили сильное подтверждение. Рассел Нельсон — нас живущий пророк и президент. То, о чем было объявлено сегодня, принесет великие благословения тем, кто с энтузиазмом примет эти изменения и будет искать руководство Духа. Мы станем ближе к нашему Небесному Отцу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, о Котором я с уверенностью свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. В 1981 году я с отцом и двумя близкими друзьями отправился в приключенческую поездку на Аляску. Мы должны были приземлиться на далеком озере и подняться на какое-нибудь красивое высокое место. Чтобы не тащить на себе тяжелый груз, мы сложили провиант в коробки, обернули их мягким упаковочным материалом, прикрепили к ним длинные цветные ленты, и выбросили их из иллюминатора нашего самолета-вездехода, туда, где намеревались прийти. По прибытии мы очень долго искали, но к своему ужасу никак не могли найти ни одной коробки. Наконец мы нашли одну. В ней была небольшая газовая плитка, брезент, несколько конфет и пара пакетов с приправой для гамбургеров, но без гамбургеров. У нас не было никакой возможности связаться с внешним миром, а забрать нас должны были через неделю. Я излег из этого опыта два важных урока. Первый – не выбрасывайте свою еду из окна. Второй – иногда нам приходится сталкиваться с трудностями. Часто нашей первой реакцией на трудности бывает вопрос, «За что это мне?» Но этот вопрос никогда не приводит к устранению трудностей. Господь требует, чтобы мы решали проблемы и указывает, что все эти испытания дадут нам опыт и будут во благо нам. Иногда Господь просит нас сделать что-нибудь трудное, а иногда проблема возникает из-за проявления нашей собственной или чьей-то свободы воли. Нефеи были знакомы обе эти ситуации. Когда Леги попросил своих сыновей вернуться, чтобы забрать лолова на листы, он сказал, «Вот, твои братья ропщут, говоря, что это трудное дело, которое я потребовал от них. Но вот, не я потребовал это от них, это повеление Господа». В другом случае, братья Нефеи использовали свою свободу воли, чтобы ограничить его свободу воли. Они наложили свои руки на меня, ибо вот, они были чрезвычайно разгневаны, и они связали меня веревками, ибо стремились лишить меня жизни. Джозеф Смит столкнулся с трудностями в тюрьме города Либерти. Не видя ни малейших признаков облегчения, находясь в полном отчаянии, Джозеф возвал, «О Боже, где ты?» Несомненно, кто-то из нас ощущает то же, что и Джозеф. Все сталкиваются с трудностями. Это может быть смерть близкого человека, развод, своенравный ребенок, болезнь, испытание веры, потеря работы или что-нибудь другое столь же трудное. Меня навсегда изменили слова старейшины Милла Максвелла, члена Кворума 12, сказанной в разгар его борьбы с лейкемией. Он сказал, «Я предавался вдумчивым размышлениям, и мне в голову пришли 12 поучительных, обнадеживающих слов. Я дал тебе лейкемию, чтобы ты мог учить мой народ с достоверностью». И далее он выразил то, как этот опыт благословил его перспективой, открывающей великие реалии вечности. Такие проблески вечности могут помогать нам преодолеть следующие 100 метров, что может быть очень трудно. Чтобы нам было легче идти вперед и переживать трудные времена с помощью таких проблесков вечности, я предлагаю две вещи. Мы должны встречать трудности, во-первых, прощая других, и во-вторых, вверяя себя небесному Отцу. Прощать тех, кто, возможно, стал причиной наших трудностей, и примиряться с волей Бога может быть тяжело. Больнее всего, когда наши трудности вызваны членом семьи, блеским другом, или даже нами самими. Когда меня только что призвали в качестве епископа, я узнал о настоящем прощении. Это произошло, когда президент моего кола, Брюс Кук, рассказал следующую историю. Он объяснил, в конце 70-х годов прошлого века мы с коллегами открыли свое дело. Хотя мы не совершали ничего противозаконного, некоторые неправильные решения в сочетании со сложной экономической обстановкой в то время привели к краху. Некоторые инвесторы подали иск о возмещении убытков. Их адвокат оказался советником в епископстве моей семьи. Было очень трудно поддерживать человека, который, как казалось, пытался меня уничтожить. Я питал к нему настоящую враждебность и считал его врагом. После пяти лет юридических сражений мы потеряли все, что у нас было, включая наш дом. В 2002 году мы с женой узнали, что президентство кола, в котором я служил советником, реорганизуется. Когда мы отправились в короткий отпуск перед освобождением от призвания, она спросила меня, кого бы я выбрал в качестве советников, если бы меня призвали новым президентом кола. Мне не хотелось об этом говорить, но она настаивала. Наконец мне в голову пришло одно имя. Затем она упомянула имя того адвоката, которого мы считали виновником наших трудностей 20 лет назад. Когда она говорила, Дух подтвердил, что именно Он должен быть другим советником. Мог ли я простить этого человека? Когда старичный Дэвид Соренсен передал мне призвание служить президентом кола, он дал мне один час на выбор советников. Сквозь слезы я сказал, что Господь уже дал мне это откровение. Когда я произнес имя человека, которого считал своим врагом, гнев, рождебность и ненависть, которые я питал к нему, исчезли, в тот момент я познал покой, который приходит с прощением через Христово искупление. Иными словами, президент моего кола искренне простил его, подобно древнему Нефию. Я знал президента Кука и его советника как двух праведных руководителей священства, любящих друг друга. Мне захотелось стать похожим на них. За много лет до этого, во время нашего заключения на Аляске, я быстро понял, что винить в наших обстоятельствах других, например, пилота, сбросившего еду с своих условий, не очень хорошей видимости, это не решение. Однако, когда мы испытали физическое истощение, нехватку еды, болезни, спали на земле, укрываясь брезентом во время сильной бури, я понял, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Молодые люди, Бог требует от вас трудных дел. Одна 14-летняя девушка участвовала в соревнованиях по баскетболу. Она мечтала играть в школьных турнирах, как ее старшая сестра. Потом она узнала, что ее родители призвали возглавить миссию в Гватемале. По прибытии она обнаружила, что несколько ее классов будут проводиться на испанском языке, которого она еще не знала. В ее школе не было ни одной спортивной команды для девушек. Она жила на 14-м этаже в доме со строгим режимом. И в довершение всего она не могла одна выходить на улицу из соображений безопасности. Ее родители несколько месяцев слушали, как она каждую ночь плачет во сне. Это мучило их. Наконец, они решили отправить ее домой к бабушке, чтобы она там ходила в школу. Когда моя жена вошла в комнату нашей дочери, чтобы сообщить ей о нашем решении, она увидела, что наша дочь молится на коленях перед кроватью, на которой лежит открытая книга Мормона. Дух прошептал жене, что с ней все будет в порядке, и она тихонько вышла из комнаты. Мы больше не слышали, чтобы она плакала во сне. С решимостью и с помощью Господа она доблестно выдержала те три года. По завершении нашей миссии я спросил у своей дочери, не собирается ли она на миссию полного дня. Она ответила, нет, папа, я свое уже отслужила. Я воспринял это нормально. Но месяцев через шесть Дух пробудил меня ночью такой мыслью, я призываю твою дочь служить на миссии. Моя реакция была такой, очень небесный, но ведь она уже так много отдала. Дух быстро поправил меня, и я понял, что ее миссионерское служение это требование Господа. Вскоре я пригласил дочь на обед. Я сказал ей через стол, Ганзи, знаешь, зачем мы здесь? Она сказала, да, папа, я должна служить на миссии. Мне не хочется, но я поеду. Починив свою волю небесному отцу, она служила ему всем сердцем, мощью, разумом и силой. Она показала своему отцу, как справляться с трудными делами. На всемирном божественном часе для молодежи президент Рассел Нельсон потребовал от молодежи нескольких трудных дел. Президент Нельсон сказал, мое пятое приглашение, выделяйтесь из толпы, отличайтесь от мира. Господу нужно, чтобы вы выглядели, говорили, поступали и одевались, как подлинные ученики Иисуса Христа. Это может быть трудным делом, но я знаю, что вы можете его сделать с радостью. Помните, что люди есть, дабы иметь радость. Во всем, с чем сталкивался Легий, он все-таки находил радость. Помните, как Алма был отягощаем скорбью из-за людей Аманигаха? Ангел сказал ему, благословлен ты, Алма, и потому подними свою голову и радуйся, ибо у тебя есть великая причина радоваться, ибо ты был верен в соблюдении заповедей Бога. Алма познал великую истину. Мы всегда можем радоваться, когда соблюдаем заповеди. Помните, что во время войны проблем, с которыми люди сталкивались во дни главнокомандующего уровня, не было более счастливого времени и не для народа Нефиева. Мы можем и должны находить радость, сталкиваясь с трудностями. Спаситель сталкивался с трудностями, и мир из-за своего беззакония будет считать его за ничто, и потому они бичуют его, и он терпит это, и они бьют его, и он терпит это. Да, они плюют на него, и он терпит это по своей любвеобильной доброте и своему долготерпению детям человеческим. Благодаря этой любвеобильной доброте Иисус Христос совершил искупление. В результате Он говорит каждому из нас, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Благодаря Христу мы тоже можем победить мир. Сталкиваясь с трудностями и поступая по примеру Господа, будем же поднимать наши головы и радоваться, пользуясь этой священной возможностью, свидетельствовать миру. Я провозглашаю, что наш Спаситель жив и руководит Своей Церковью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как на родителей в Сионе, на нас возложен священный долг пробудить в наших детях страсть и приверженность радости к свету и истинному Евангелии. Иисуса Христа. Воспитывая детей, мы устанавливаем традиции в своих семьях и выстраиваем модели общения и поведения в рамках семейных отношений. При этом традиции, которые мы устанавливаем, должны укрепить сильные, непоколебимые качества добродетели в наших детях, которые придадут им сил противостоять жизненным испытаниям. На протяжении многих лет наша семья наслаждалась ежегодной традицией отправляться в поход по горному хребту Юинта на северо-востоке штата Юта. Мы проходили более 30 километров по каменистой грунтовой дороге, чтобы добраться до прекрасной зеленой долины, обрамленной стенами каньона, где течет река с холодной чистой водой. Каждый год, надеясь закрепить ценность учения и практика Евангелия в сердцах наших детей и внуков, мы со Сьюзан просим каждого из наших шести сыновей и членов их семей подготовить небольшое послание по теме, которое, по их мнению, является важным элементом в основании дома, сосредоточенного на Христе. Мы собираемся на особый семейный вечер в уединенном месте, каждый делится своим посланием. В этом году наши внуки написали тему своего послания на камнях. Затем мы затем по очереди закопали их в одном месте. Это представляло собой надежное основание, на котором строится счастливая жизнь. Красной нитью во всех шести посланиях проходила непреложная вечная истина о том, что кроугольным камнем этого основания является Иисус Христос. Исайя сказал, посему так говорит Господь Бог, «Вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Иисус Христос есть этот драгоценный краеугольный камень в основании Сиона. Именно Он сказал пророку Джозефу Смиту, «А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основания великого дела, и из малого происходит великое». Уроки, преподаваемые даже малыми и простыми традициями, которые мы устанавливаем в наших домах, приобретают в современном мире все большее значение. Что же это за малые и простые средства, которые, если их установить, будут совершить великое дело в жизни наших детей? Президент Рассел М. Нельсон недавно выступал перед Большим собранием в Торонто, Канадо, и эмоционально напомнил родителям о священной ответственности, лежащей на нас за обучение наших детей. Среди важнейших обозначенных обязанностей президент Нельсон подчеркнул возложенный на родителей долг учить детей понимать причину, по которой мы принимаем причастие, значимость рождения в Завете, а также важное значение подготовки к патриархальному благословению и его получение. Он призвал родителей возглавить семейное чтение Священных Писаний. Наш возлюбленный Пророк призывает нас таким образом сделать дом святилищем веры. В книге Мормона Иенес пишет о своей глубокой признательности за пример его отца, который обучал его своему языку, а также учению и наставлению Господнему. Очень эмоционально Иенес воскликнул «И да благословится имя Бога моего за это!» Я дорожу малыми простыми традициями, которые мы соблюдаем в нашем доме на протяжении более чем тридцати пяти лет нашего брака. Многие из наших традиций едва различимы, но тем не менее значимы. Например, в те вечера, когда меня не было дома, я всегда знал, что старший сын возьмет на себя без какой-либо просьбы организацию семейного изучения Священных Писаний и семейной молитвы. Другая традиция. Мы никогда не выходили из дома или не заканчивали телефонный разговор без того, чтобы сказать «Я люблю тебя». Наши жизни были благословлены тем, что мы регулярно выделяли время на то, чтобы проводить личное собеседование с каждым из наших сыновей. Во время одного из собеседований я спросил сына о его желаниях и подготовке к служению на миссии. После небольшой беседы наступил момент задумчивой тишины. Затем он наклонился вперед и глумаковысленно произнес «Пап, помнишь, когда я был маленьким, ты начал проводить отцовские собеседования?» Я ответил «Да». Он сказал «Я обещал тогда тебе, что я буду служить на миссии, и ты пообещал мне, что вы с мамой будете служить на миссии, когда состаритесь». Затем последовала еще одна пауза. У вас какие-то проблемы, которые мешают вам отправиться служить? Может, я могу как-то помочь? Укоренившиеся, здоровые семейные традиции, в том числе молитва, чтение священных писаний, семейный домашний вечер и посещение церковных собраний могут казаться малыми и простыми, но они создают культуру любви, уважения, единства и уверенности в себе. В духе, сопровождающем эти действия, наши дети получают защиту от раскаленных стрел лукавого, которых так много в современной культуре. Наставление, которое Геломан дал своим сыновьям, напоминает нам. «И ныне, сыны мои, помните, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря обрушится на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы не извергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, в твердом основании, и если люди будут строить на таком основании, они не падут». Много лет назад, когда я был молодым епископом, один пожилой мужчина попросил меня встречи. Он описал, как ушел из церкви, а также праведные традиции его родителей в его юные годы. Он подробно описал душевные муки, испытанные им в жизни, когда он тщетно искал неприходящую радость в сиюминутном счастье, предлагаемом этим миром. Теперь, уже на склоне лет, он слышал нежный и порой настойчивый шепот Духа Божьего, ведущий его обратно к урокам, традициям, чувствам и духовной безопасности детства. Он выразил благодарность за традиции своих родителей и повторил, используя современные слова, заявление Геннесса. Да благословится имя Бога моего за это. По моему опыту, возвращение этого замечательного человека к Евангелию типично повторяется в жизни многих детей Бога, которые уходят на какое-то время, а затем возвращаются к учениям и традициям своей юности. В такие моменты мы наблюдаем мудрость автора притчей, которая вещевает родителей. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. У каждого родителя бывают моменты разочарования. При воспитании детей меняется уровень решимости и силы. Однако, когда родители проявляют веру, искренне и с любовью обучая своих детей и делая все, что в их силах, чтобы помочь им на пути, они обретают больше надежды на то, что посеянные семена пустят корни в сердце и разуме их детей. Моисей хорошо понимал фундаментальную необходимость в постоянном обучении. Он советовал «И внушай эти слова детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою и ложась и вставая». Мы встаем на колени рядом с нашими детьми в семейной молитве. Мы заботимся о них, стараясь проводить осмысленно семейное чтение Священных Писаний. Мы с терпением и любовью заботимся о них, вместе участвуя в семейном домашнем вечере и просим за них на коленях в личных молитвах, возносимых к небесам. «О, как же сильно мы хотим, чтобы посеянные нами семена пустили корни в их сердце и разуме». Полагаю, что речь идет не о том, все ли понимают наши дети в ходе нашего обучения. Например, когда мы стараемся читать Священные Писания, проводить семейный домашний вечер или же посещать совместные или другие церковные мероприятия. Речь идет не столько о том, понимают ли они в эти моменты все значение этих действий, а скорее о том, как мы, как родители, проявляем веру, чтобы следовать совету Господа, усердно жить, учить, увещевать и устанавливать ожидания, вдохновленные Евангелием Иисуса Христа. В основе этих трудов лежит наша вера. Вера в то, что когда-нибудь семена, посеянные в юности, взойдут и начнут давать побеги и расти. То, о чем мы говорим, то, что мы проповедуем и то, чему мы учим, определяет то, что будет происходить среди нас. Когда мы устанавливаем здоровые традиции, которые преподают учения Христа, Святой Дух приносит свидетельство об истинности нашего послания и удобряет семена Евангелия, посаженные глубоко в сердцах наших детей. Благодаря нашим стараниям на протяжении всей жизни я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас собравшуюся вместе с хором исполнит гимн «Высоко на галле». После этого мы услышим стейшн Рональда Разбанда и Дэвида Беднара, членов Кворума «Двенадцати апостолов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Я добавляю свое свидетельство к посланию президента Нелсона Стайшина Кунка, которые прозвучали несколько дней назад, о тех гармонии и единодушии, которые пребывают в Совете Первого президентства и кворуму 12 апостолов. Я знаю, что эти богооткровенные объявления составляют разум и волю Господа, и они благословят и укрепят отдельных людей, целые семьи и всю Церковь Иисуса Христа, святых последних дней на много поколений вперед. Несколько лет назад одна из наших недавно вышедших замуж дочелей и ее муж задали мне с сестрой Разбанд очень важный и животрепещущий вопрос. Безопасно ли ли, мудр ли проводить детей в такой нечестивый и пугающий мир, в котором мы живем? Итак, это был важный вопрос, который мама и папа должны были обсудить со своими драгоценными, состоящими в браке детьми. Мы услышали страх в их голосе и почувствовали его же в их сердце. Наш ответ был однозначен. Да, это более чем правильно. Тогда мы поделились с ними основополагающими учениями Евангелия и собственными проникновенными чувствами и жизненным опытом. Страх не является чем-то новым. Ученики Иисуса Христа, плывя ночью по Галилейскому молю, испугались буль и волн. У нас, Его современных учеников, тоже есть страхи. Наши взрослые, не состоящие в браке, боятся брать на себя обязательства, в частности, вступать в брак. Молодые супруги, например, наши дети могут бояться приводить детей в этот мир, все больше и больше поглязающих в оглехе. Миссионеры боятся много чего, в особенности заводить беседу с незнакомцами. Вдовы боятся идти вперед по жизни в одиночку. Подростки боятся быть непринятыми. Дети боятся первого дня в школе. Студенты боятся узнавать свои результаты на экзамене. Мы боимся неудач. Мы боимся неудач, отвержения, разочарования и неизвестного. Мы боимся ураганов, землетесений и пожаров, которые опустошают земли и жизни. Мы боимся остаться незамеченными и в то же время боимся выделяться. Мы боимся, что будем недостаточно хороши. Боимся, что у Господа нет для нас благословений. Мы боимся перемен, и наши страхи могут перерастать в ужас. Я ничего не забыл? С древних времен страх ограничивал видение Божьих детей. Мне всегда нравилась история Елисея, Четвертый царств. Сирийский царь послал легион, который пришел ночью и окружил город. Они намеревались захватить и убить пророка Елисея. Мы читаем. «Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему, слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Это говорил страх. И сказал Елисей, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Но он не остановился на этом. Молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами, огненной кругом Елисея». Огненные колесницы могут быть, а могут и не быть, посланы, чтобы рассеять наши страхи и победить наших демонов, но урок ясен. «Господь с нами. Он помнит о нас и благословляет нас так, как только Он это может сделать». Молитва может призвать на нас божественные силы и откровения, которые нужны нам, чтобы сосредоточить мысли на Иисусе Христе и Его искупительной жертве. «Господь знал, что иногда мы будем испытывать страх». Мы с вами бывали в таких ситуациях, как и я. Именно поэтому Священные Писания изобилуют наставлениями от Господа. «Ободритесь и не бойтесь». В каждой мысли обращайтесь ко мне. Не сомневайтесь, не бойтесь. Не бойся, малое стадо. Мне нравится нежность в словах «малое стадо». С точки зрения мира, наша церковь может быть не слишком многочисленной и авторитетной, но когда мы открываем духовные глаза тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. Наш любящий пастырь Иисус Христос затем продолжает. «Пусть земля и ад объединятся против нас, ибо если вы основаны на камне моем, они не смогут вас одолеть». Как можно рассеять страх? Тот молодой слуга стоял рядом с Елисеем, пророком Бога. У нас есть тоже обещание. Когда мы слушаем президента Рассела Нелсона, когда мы внимаем его наставлениям, мы стоим рядом с пророком Бога. Не забывайте слова Джозефа Смита. И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о нем, это последняя из всех свидетельств, которые мы даем о нем, что он жив. Иисус Христос жив. Наша любовь к Нему и Его Евангелию рассеет всякий страх. Наше желание иметь Дух Его всегда с нами отгонит страх, и его и заменит видение нашей земной жизни с точки зрения вечности. Зиан Нелсон предупреждал, но в ведущие дни будет невозможно выжить духовно без наставлений, руководства, утешения и постоянного влияния Святого Духа. В отношении бича, который поразит земли и ожесточит сердца многих, Господь сказал, «Ученики Мои будут стоять на святых местах и не двинуться». И затем Он дает нам следующее божественное наставление, «Не тревожьтесь, ибо когда все это произойдет, вы будете знать, что обещания, данные вам, будут исполнены». Стойте на святых местах. Не тревожьтесь, и обещания будут исполнены. Давайте рассмотрим каждый из этих моментов применительно к нашим страхам. Во-первых, стойте на святых местах. Когда мы стоим на святых местах, а это наши праведные дома, наши посвященные дома собраний, посвященные храмы, мы ощущаем присутствие Духа Господа. Мы находим ответы на беспокоящие нас вопросы или обретаем утешение, чтобы просто не обращать на них внимания. Так действует Дух. Эти священные места в Царстве Божьем на земле требуют нашего благословения, благоговения, уважения к окружающим, наших самых усердных трудов жить по Евангелию, нашу надежду на то, что мы сможем оставить страхи в стороне и стремиться к исцеляющей силе Иисуса Христа, доступной через Его искупление. В этих святых Божьих местах или в сердцах Его детей нет места страху. Благодаря чему? Благодаря любви. Бог любит нас всегда, и мы любим Его. Наша любовь к Нему побеждает всякий страх, и Его любовь в изобилии пребывает в святых местах. Подумайте об этом. Если мы шатки в своем обязательстве перед Господом, если сходим с Его пути, ведущего к вечной жизни, если подвергаем сомнению свое значение в Его божественном замысле, если позволяем страху открыть дверь всему, что Его сопровождает унынию, гневу, раздражению, разочарованию, то Дух покидает нас, и Господа больше нет рядом. Если вы знаете, каково это, то знаете, что это не самое лучшее состояние. И напротив, когда мы стоим на святых местах, мы ощущаем любовь Бога, а совершенная любовь изгоняет всякий страх. Следующее обещание. Не тревожьтесь. Какой бы нечесть или хаос не наполнили землю, нам обещано, что благодаря нашей едневной верности Иисусу Христу мы обретем мир Божий, который превыше всякого ума. И когда Христос придет во всей своей силе и славе, зло, сопротивление и несправедливость прекратятся. Давным-давно апостол Павел пророчествовал о наших временах, обращаясь к молодому Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Помните, что тех, которые с нами, по обе стороны завесы, тех, кто любит Господа всем сердцем, мощью, разумом и силой, больше, нежели тех, которые с ними». Если мы будем не просто на словах довелять Господу его путям, если мы будем принимать активное участие в его работе, то не будем бояться мирского влияния или переживать по этому поводу. Прошу вас не обращать внимания на мирские веяния и давления, но стремиться к духовности и повседневной жизни. Любите то, что любит Господь, то есть заповеди, Его святые дома, наши священные заветы, заключенные с Ним, причастие, каждый день субботни, наше общение с Господом через молитву, и вы не будете тревожиться. Последнее. Доверяйте Господу и Его обещаниям. Я знаю, что все Его обещания исполнятся. Я знаю, что с такой же уверенностью, с какой стою сейчас перед вами на этом священном собрании, Господь открыл нам, ибо те, кто мудрые, приняли истину и приняли Святого Духа наставником Своим и не были обмануты, истинно говорю я вам, «Они не будут срублены и брошены в огонь, но выстоят в тот день». Именно поэтому мы не должны тревожиться в отношении происходящего в этом суматошном мире, в отношении тех, кто находится в том великом и обширном здании, в отношении тех, кто с презрением относится к искренним стараниям людей и к посвященному служению Господу Иисусу Христу. Оптимизм, мужество, а также милосердие являются плодами сердца, не обремененного беспокойством или смятением. Песня Нелсон, который с оптимизма смотрит будущее, напомнил нам, если мы хотим надеяться на то, чтобы иметь возможность просеивать несменное число голосов и человеческих измышлений, атакующие истину, то должны научиться получать откровения. Чтобы получать откровения, мы должны сделать безусловным приоритетом жизнь по Евангелии и укрепление верности и духовности как к окружающим, так и в самих себе. Спенсер Кимбелл был одним из пророков моей молодости. В эти последние несколько лет, после того, как меня призвали в качестве апостола, я обрел утешение в его первом послании на Генеральной конференции в октябре 1943 года. Он был обескуражен этим призванием. Мне знакомо это чувство. Стэшна Кимбелл сказал, «Я очень много размышлял и молился, постился и молился. Мой разум непрерывно посещали противоречивые мысли, говорившие мне, «Ты не справишься с этой работой. Ты недостоин. Ты не обладаешь нужными способностями». Но всегда в конце приходила одна торжествующая мысль. «Ты должен выполнять порученную тебе работу. Ты должен обвести способности стать достойным и соответствовать подъявляемым требованиям». И эта борьба не прекращалась. Я черпаю мужество в этом чистом свидетельстве этого апостола, который стал 12-м президентом нашей Великой Церкви. Он понял, что нужно оставить свои страхи, чтобы выполнять порученную ему работу, и что нужно полагаться на Господа, который даст силы обрести способности стать достойным и соответствовать подъявляемым требованиям. Мы так же сможем. Борьба не прекратится, но мы будем исполнены Духа Господа. Мы не будем тревожиться, поскольку когда стоим рядом с Господом и отстаиваем Его принципы и Его вечный план, мы стоим на святых местах. «А теперь, ну что же насчет моей дочери и зятей, которые несколько лет назад задали тот проникновенный, личный и основанный на страхе вопрос?» Они серьезно размышляли над нашей беседой тем вечером. Они молились, постились и пришли к собственному выводу. К счастью, а также и к их, и к нашей, как к дедушке с бабушкой, радости. Они идут по этому пути, исполненные верой и любви, благословленные семью с замечательными детьми. Не падайте Духом, братья и сестры. Да, мы живем во времена тяжкие, но если мы будем оставаться на пути заветов, нам не нужно бояться. Я благословляю вас, чтобы, поступая так, вы не тревожились в отношении того времени, в которое мы живем, или в отношении тех трудностей, которые встают у нас на пути. Я благословляю вас, чтобы вы могли непоколебимо стоять на святых местах. Я благословляю вас верой в обещания Иисуса Христа, что Он жив, что Он знает нас, заботится о нас и стоит рядом с нами. Во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Всем известен такой важный инструмент, как канат. Канаты делают из прядей ткани, растительных волокон, проволоки или других материалов, скручивая их или сплетая воедино. Интересно, что эти обыкновенные вещества, сплетенные воедино, становятся необыкновенно крепкими. Таким образом, эффективно соединив и связав самые заурядные материалы, можно создать незаурядный инструмент. Подобно тому, как множество переплетенных прядей придают прочность канату, Евангелие Иисуса Христа дает наивысшую перспективу истины и предлагает богатейшие благословения, «Когда мы внемлем увещеванием Павла все небесное и земное соединить под главою Христом». Применительно, примечательно, что это жизненно важное собирание истины сконцентрировано и сосредоточено на Господе Иисусе Христе, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Я молюсь, чтобы Святой Дух просвещал каждого из нас, когда мы будем думать о том, как принцип соединения всего небесного и земного под главою Христом помогает нам на практике изучать и применять Его восстановленное Евангелие в повседневной жизни. Мы живем в замечательную и полную откровений эпоху в восстановленной Церкви Иисуса Христа. Объявленные сегодня исторические коррективы имеют лишь одну всеобъемлющую цель — укрепить веру в Небесного Отца, Его план и в Его Сына Иисуса Христа и совершенное Им искупление. Расписание воскресных собраний не просто сокращено. Напротив, тем самым мы расширили возможности и обязанности для отдельных людей и семей воспользоваться этим временем, чтобы еще более полно почувствовать дома и в Церкви День Субботний как отраду. В прошлом апреле не просто изменилась организационная структура кворумов священства. На самом деле, был предложен более высокий и более святой способ служения нашим братьям и сестрам. Подобно тому, как сплетенные в канат пряди образуют прочный и долговечный инструмент, все эти взаимосвязанные действия составляют единое усилие. Его цель — лучше согласовать точку приложения сил, ресурсы и работу восстановленной Церкви Спасителя и ее фундаментальной миссии — помочь Богу в Его работе осуществить спасение и возвышение Его детей. Пожалуйста, не концентрируйтесь главным образом на логистических аспектах объявленного. Мы не должны допускать, чтобы процедурные моменты заслоняли всеобъемлющие духовные мотивы происходящих перемен. Наше желание заключается в том, чтобы на земле умножилась вера в план Отца, в искупительную миссию Спасителя, и чтобы утверждался вечный завет Божий. Все, чего мы хотим, это способствовать продолжающемуся обращению наших братьев и сестер в Господа, полнее их любить и действеннее им служить. Иногда, как члены Церкви, мы сегментируем, разделяем и применяем Евангелие в нашей жизни, создавая длинные списки тем, которые надо изучать, и задач, которые надо выполнять. Но такой подход может ограничить наше понимание и видение. Мы должны быть осторожными, потому что фарисейская сосредоточенность на списках может отвлечь нас от приближения к Господу. Цель и очищение, счастье и радость, а также продолжающееся обращение и защиту, которые приходят от приношения нами своих сердец Богу и уподобления наших лиц и образу Его, невозможно обрести просто путем выполнения и вычеркивания всего того духовного, что мы должны делать. Напротив, способность Евангелия Спасителя преображать и благословлять нас вытекает из понимания и применения взаимосвязей Его учения, принципов и практик. Только если мы все небесное и земное сосредоточим под головою Христом, твердо сосредоточившись на Нем, собранные воедино истины Евангелия позволят нам стать такими, какими нас желает видеть Бог и доблестно устоять до конца. Евангелие Иисуса Христа — это великолепный гобелен истин, сложенных стройно и сплетенных воедино. Познавая и соединяя открытые истины Евангелия, мы получаем благословенную возможность обрести драгоценную перспективу и возросший духовный потенциал с помощью глаз, видящих влияние Господа в нашей жизни и ушей, слышащих Его голос. И этот принцип присоединения всего небесного и земного под главою Христом способен помочь нам превратить традиционные списки в единое и полное целое. Позвольте привести и доктринальный, и церковный пример того, что я предлагаю. Пример номер один. Четвертый символ веры — одна из лучших иллюстраций соединения всего небесного и земного под главою Христом. Мы верим, что основными принципами и таинствами Евангелия являются первое — вера в Господа Иисуса Христа, второе — покаяние, третье — крещение погружением в воду для отпущения грехов, четвертое — возложение рук для дарования Духа Святого. Истинная вера сосредоточена в Господе Иисусе Христе и на Господе Иисусе Христе. В Нем, как Божественном и Единородном Сыне Отца, и на Нем, и искупительной миссии, которую Он исполнил. Ибо Он осуществил цели закона, и Он требует всех тех, кто имеет веру в Него, а имеющие веру в Него будут держаться всего доброго. И потому Он ходатайствует в деле детей человеческих, проявляя веру во Христа, это доверие и упование на Него как нашего Спасителя, на Его имя и Его обещания. Первое естественное следствие доверия к Спасителю — это покаяние и отвращение от зла. Веруя в Господа, мы естественно обращаемся к Нему, приходим к Нему и полагаемся на Него. Таким образом, каясь, мы доверяем Искупителю и полагаемся на Его готовность сделать для нас то, чего мы не можем сделать сами. Каждый из нас должен полагаться всецело на заслуги того, кто имеет силу спасать. Ибо только через заслуги, милость и благодать Святого Мессии мы можем стать новыми тварями во Христе и, в конце концов, вернуться к Богу и пребывать в Его присутствии. Таинство крещения погружением в воду для отпущения грехов требует, чтобы мы доверяли Ему, полагаясь на Него и следовали за Ним. Нефий провозгласил, «Я знаю, что если вы будете следовать Сыну со всем устремлением сердца, действуя перед Богом без всякого лицемерия и всякого обмана, но с искренним намерением и покаетесь в своих грехах, свидетельствуя Отцу, что вы готовы взять на Себя имя Христа посредством крещения, да, последовав за Господом и вашим Спасителем в воду согласно Слову Его, вот тогда вы получите Духа Святого, да, тогда приходит крещение огнем и Духом Святым». Таинство в изложении рук для передачи дара Святого Духа требует, чтобы мы доверяли Ему, полагались на Него, следовали за Ним и продвигались вперед в Нем и с помощью Его Святого Духа. Как заявил Нефий, «И ныне я знаю, что если человек не устоит до конца, следуя примеру Сына Божьего, Бога Живого, он не может быть спасен». В четвертом символе веры не просто выявляются фундаментальные принципы и таинства восстановленного Евангелия. В этом вдохновленном изложении верований все небесное и земное соединяется под головою Христом и подразумевается, что мы доверяем Ему, полагаемся на Него, следуем за Ним и продвигаемся вперед с Ним, даже в Нем. Пример номер два. Теперь я хочу описать, каким образом все церковные программы и инициативы собраны воедино во Христе. Можно было бы представить множество дополнительных иллюстраций, но я использую лишь несколько. В 1978 году президент Спенсер Кимбл предписал членам церкви наращивать по всему миру силу Сиона. Он посоветовал святым оставаться в своих странах и устанавливать крепкие колья, собирая семью Бога и обучая их путям Господним. Далее он указал, что будет построено больше храмов и пообещал святым благословение, в каком бы уголке мира они ни жили. С ростом числа кольев росла и потребность в том, чтобы дома членов церкви становились местами любимыми членами церкви, где они могли бы обогащать свою жизнь и находить взаимную любовь, поддержку, признательность и ободрение. Соответственно, в 1980 году воскресные собрания объединили в трехчасовой блок с целью подчеркнуть личную и семейную обязанность изучать Евангелие, жить по нему и обучать ему. Этот акцент на семье и доме нашел свое подтверждение в документе «Семья воззвания к миру», представленном президентом Гордоном Хинкли в 1995 году. В апреле 1998 года президент Хинкли объявил о строительстве большого количества небольших храмов, благодаря чему священные таинства Дома Господа приблизились к отдельным людям и семьям святых последних дней во всем мире. Эти расширенные возможности для духовного роста и развития были дополнены соответствующим укреплением мирской самостоятельности благодаря учреждению в 2001 году Постоянного образовательного фонда. Будучи президентом церкви, Томас Монсон неоднократно призывал святых приходить на помощь и подчеркивал, что забота о бедных и нуждающихся является одной из предписанных Богом обязанностей церкви. Продолжением акцента на мирскую подготовленность стала развернутая в 2012 году программа по развитию самостоятельности. В последние годы неоднократно подчеркивалось и усиливались основные принципы, способствующие тому, чтобы День Субботний был радостью в Доме и в Церкви. Таким образом, нас готовили к новому графику воскресных собраний, о котором была объявлена на этой сессии Генеральной конференции. А шесть месяцев назад кворумы священства Милхиседекова были укреплены и более эффективно согласованы со вспомогательными организациями ради достижения более высокого и более святого подхода к заботливому служению. Я считаю, что последовательность и сроки этих мероприятий, проводившихся в течение многих десятилетий, помогают нам увидеть в них единую и всеобъемлющую работу, а не просто последовательность независимых и разрозненных инициатив. Бог открывает порядок духовного совершенствования для отдельных людей и семей через таинство, учения, программы и мероприятия, сосредоточенные на семье и поддерживаемой Церковью. Церковные организации и программы существуют для того, чтобы благословлять отдельных людей и целые семьи, а не ограничиваются помощью только своим членам. Я молюсь, чтобы мы могли видеть в этой работе Господа одну великую всемирную работу, которая становится еще более сосредоточенной на семье и получающей еще большую поддержку Церкви. Я знаю и свидетельствую, что Господь открывает и еще откроет много великого и важного касающегося Царства Божьего. В начале своего послания я подчеркнул ту силу, которая возникает при скручивании или сплетении отдельных прядей, образующих канат. Подобным же образом я обещаю, что мы будем все отчетливее видеть высшую перспективу, цель и силу в нашем познании восстановленного Евангелия и жизни по нему, стремясь соединить все небесное земное и земное под главою Христом. Все возможности и благословения нашего вечного благополучия исходят от Господа, Иисуса Христа. они, возможно, имеют смысл и силу благодаря Ему и через Него. Как свидетельствовал Алма, нет иного пути или средства, которым человек может быть спасен, только во Христе и через Христа. Вот, Он жизнь и свет мира. Я с радостью провозглашаю свое свидетельство о божественности и живой реальности Отца Небесного и Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. В нашем Спасителе мы находим радость и в Нем мы находим уверенность, что получим Свою награду, да, мир в этом мире и в жизнь вечную в мире грядущем. Я свидетельствую об этом во священное имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами и за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня утром. А сейчас хор порадует нас песней «Плану Божьему следую». Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Вперед, святые!». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Адилсон да Паула Парелла, член Кворума 70. «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Современное откровение дает определение истины, а именно, знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно будет. Это определение идеально подходит для плана спасения и для документа «Семья. Воззвание к миру». Мы живем в такое время, когда информации стало гораздо больше, и распространяться она стала быстрее. Но не вся информация — истина. Нам нужно быть осторожными в вопросе поиска истины и выборе источников, в которых мы будем ее искать. Мы должны проявлять осторожность, полагаясь на информацию и советы, которые дают звезды шоу-бизнеса, известные спортсмены или анонимные источники в интернете. Профессионализм в одной области не следует расценивать как признак профессионализма и знания истины в других сферах. Нам также следует учитывать мотивы того, кто дает информацию. Именно поэтому Священные Писания предостерегают нас против лжесвященства. Если источник информации анонимной или неизвестной, информация тоже может оказаться сомнительной. Наши личные решения должны основываться на информации, полученной из источников, которые компетентны в данном вопросе и свободны от эгоистических мотивов. Когда мы ищем истину в вопросе религии, то должны применять духовные методы, подходящие для такого поиска, молитва, свидетельство Святого Духа, а также изучение Священных Писаний и слов современных пророков. Мне всегда становится грустно, когда я слышу, что человек теряет веру в Бога из-за мирских учений. Те, кто когда-то обладали духовным видением, могут сами навлечь на себя духовную слепоту. Как сказал президент Генри Айринг, их проблема кроется вовсе не в том, что, по их мнению, они сейчас видят. Она кроется в том, чего они пока не видят. Научные методы приводят нас к так называемой научной истине. Но научная истина не связана с целью жизни. Те, кто не получают знания, учениям, а также и верой, загоняют свое понимание истины в рамки того, что можно доказать научными методами. Они таким образом создают искусственные границы в своем поиске истины. Президент Джеймс Фауст сказал, цитата, «Те, кто были крещены, подвергают свои вечные души опасности, недальновидно обращаясь только к мирскому источнику познания». Мы верим в то, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней обладает полнотой Евангелия Христа. И эта Евангелие составляет основу истины и вечного просвещения». Конец цитаты. Мы обретаем истинную и неприходящую радость, познавая и действуя согласно истине о том, кто мы такие, в чем состоит смысл земной жизни и куда мы отправляемся после смерти. Эти истины невозможно познать научными или мирскими методами. А сейчас я буду говорить об истинах восстановленного Евангелия, фундаментальных истинах учения Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Пожалуйста, внимательно отнеситесь к этим истинам. Они объясняют многое из того, что касается нашего учения и религиозной практики, в том числе, возможно, то, чего вы пока не понимаете. Есть Бог. Он — любящий Отец Духов, всех тех, кто когда-либо жил или будет жить. Пол вечен. До рождения на земле мы все жили в присутствии Бога, как духи, имеющие мужской или женский пол. Мы только что слышали, как табернакальный хор на храмовой площади пел «Плану Божьему следую». Это и есть план, который создал Бог, чтобы все Его духовные дети могли вечно развиваться. Этот план жизненно важен для каждого из нас. В рамках этого плана Бог создал эту землю как место, где Его возлюбленные духовные дети могут родиться для земной жизни, чтобы получить физическое тело и возможность вечно развиваться, делая праведный выбор. Чтобы совершаемый в земной жизни выбор имел значение, он должен делаться между противоборствующими силами добра и зла. должна быть противоположность. И таким образом, Искуситель, который был изгнан за непокорность, получил власть искушать детей Божьих, побуждая их действовать противоположно Божьему плану. Цель Божьего плана — дать возможность Его детям выбрать вечную жизнь. Этого можно было достичь лишь посредством опыта земной жизни и после смерти дальнейшего развития в духовном мире. В процессе земной жизни мы все будем запятаны грехом, поддаваясь злым искушениям противоположной стороны, и мы все в конечном итоге умрем. Мы приняли эти трудности, полагаясь на заверение нашего Бога Отца, что Он, согласно плану, предоставит нам Спасителя, Своего Единородного Сына, Который спасет нас через всеобщее воскресение, и мы вернемся к жизни в теле. Спаситель также совершит искупление, уплатив цену за очищение всех людей от греха на поставленных им условиях. К этим условиям относятся вера во Христа, покаяние, крещение, дар Святого Духа и другие таинства, совершаемые властью священства. Божественный план счастья предусматривает совершенный баланс между вечным правосудием и милостью, которую мы можем получить через искупление Иисуса Христа. Он также позволяет нам превратиться в новые создания во Христе. Любящий Бог обращается к каждому из нас. Мы знаем, что благодаря Его любви и искуплению Его единородного Сына все человечество может быть спасено через повиновение законам и таинствам Его Евангелия. Церковь Иисуса Христа святых последних дней в действительности известна как церковь, сосредоточенная на семье. Но многие не до конца понимают то, что наша сосредоточенность на семье базируется не просто на приходящих отношениях земной жизни. В нашем религиозном учении фундаментальную роль играют и вечные отношения. Семья предначертана Богом. Согласно великому плану нашего любящего Творца, миссия Его восстановленной Церкви состоит в том, чтобы помочь нам достичь наивысшего состояния, наивысшего благословения, возвышения в Целестиальном Царстве, которое можно удостоиться, только заключив вечный брак между мужчиной и женщиной. Мы подтверждаем, что учение Господа состоит в следующем. Пол неразрывно связан с сущностью и предназначением каждого в его предземной, земной и вечной жизни. И брак мужчины и женщины имеет фундаментальное значение в его вечном плане. Наконец, Божья любовь настолько велика, что Он уготовил славную судьбу для всех своих детей, если не считать тех немногих, которые добровольно становятся сынами погибели. В число всех Его детей входят и все умершие. Мы выполняем за них заместительные таинства в наших храмах. Предназначение Церкви Иисуса Христа заключается в том, чтобы помочь Его детям удостоиться высшей степени славы, то есть в возвышении или вечной жизни. Для тех, кто не желает этого или не сможет этого удостоиться, Бог уготовил другие, меньшие царства славы. Любой человек, понимающий эти вечные истины, поймет, почему мы, члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, думаем так, как мы думаем и поступаем так, как мы поступаем. А теперь я расскажу о некоторых способах практического применения всех этих истин, которые можно понять только в свете Божьего плана. Во-первых, мы уважаем индивидуальную свободу воли. Большинство людей знает о том, какие масштабные усилия восстановленная Церковь прикладывает для поддержки свободы вероисповедания в США и по всему миру. Эти усилия не просто продвигают наши личные интересы, но, согласно его плану, помогают всем Божьим детям наслаждаться свободой выбора. Во-вторых, мы миссионеры. Нас иногда спрашивают, почему мы отправляем миссионеров в разные страны, даже среди христианских народов. Нам также задают вопрос, почему мы тратим миллионы долларов на гуманитарную помощь тем, кто не принадлежит к нашей Церкви, и почему мы не связываем эту помощь с миссионерской работой. Мы делаем это, поскольку считаем всех людей детьми Бога, нашими братьями и сестрами, и хотим поделиться своим духовным и материальным изобилием с каждым. В-третьих, земная жизнь для нас священна. Наша преданность Божьему плану требует, чтобы мы противостояли абортам и эвтаназии. В-четвертых, некоторых беспокоят взгляды Церкви в отношении брака и детей. наше знание открытого Богом плана спасения требует от нас, чтобы мы противостояли многим текущим социальным тенденциям и давлениям в области законодательства, связанного с отходом от традиционного брака и изменениями, которые касаются смены пола, которые вносят путаницу в вопросы пола или стирают различия между мужчинами и женщинами. Мы знаем, что отношения отличительные особенности и задачи мужчин и женщин необходимы для исполнения великого плана Бога. В-пятых, у нас также есть четко выраженная позиция в отношении детей. Мы считаем, что рождение и воспитание детей — это часть Божьего плана. Мы считаем ее радостной и священной обязанностью тех, кому дана сила участвовать в этом процессе. С нашей точки зрения, главные сокровища на земле и на небесах — это наши дети и наше потомство. Поэтому нам нужно обучать людей и защищать такие принципы и практики, которые обеспечат самые лучшие условия для развития и счастья детей, всех детей. Наконец, мы — возлюбленные дети Небесного Отца, который сказал нам, что мужественность и женственность, брак между мужчиной и женщиной, а также рождение и воспитание детей — необходимы для осуществления Его великого плана счастья. Наши взгляды по этим вопросам часто вызывают враждебность по отношению к церкви. Мы считаем, что это неизбежно. Противоположность — это часть плана. И самое активное противостояние сатаны, искусителя, направлено на то, что в плане Бога является самым важным. Он стремится уничтожить работу Бога. Его основные задачи — это дискредитировать Спасителя и Его божественную власть, нивелировать эффект искупления Иисуса Христа, препятствовать покаянию, подделывать откровения и низложить принцип личной ответственности. Он также стремится внести путаницу в вопросы пола, подорвать институт брака и разубедить людей в необходимости рожать детей, особенно родители, которые будут расти детей в истине. Работа Господа продвигается вперед, несмотря на организованное и постоянное противостояние, с которым мы сталкиваемся, стараясь жить по учениям Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Тем, кто не выдерживает этого противостояния, я хотел бы дать такие советы. Помните о принципе покаяния, которое стало возможным благодаря силе искупления Иисуса Христа. Старешина Нил Максвелл призывал нас не быть в числе тех, кто скорее будут пытаться изменить Церковь, нежели изменятся сами. Старешина Джеффри Холланд ухвещевал нас. Крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не обретете дополнительное знание. В этой Церкви всегда будет так. То, что мы знаем, важнее того, чего мы не знаем. Проявляйте веру в Господа Иисуса Христа. Это первый принцип Евангелия. И, наконец, ищите помощи. Наши церковные руководители любят вас и ищут духовного руководства, чтобы помочь вам. У нас есть множество ресурсов, которые вы можете найти на сайте LDS.org и другие вспомогательные материалы для изучения Евангелия дома. И еще у нас есть братья-служители и сестры-служительницы, призванные с любовью оказывать помощь. Наш любящий Небесный Отец хочет, чтобы Его дети имели радость, ведь это и есть цель нашего сотворения. Такая радостная судьба — это вечная жизнь, которую мы можем обрести, продвигаясь вперед вместе с нашим пророком, президентом Расселом Нельсоном, который часто называет этот путь путем заветов. Вот что он сказал в своем первом выступлении в качестве президента церкви. Цитата. «Оставайтесь на пути заветов. Ваша верность обязательству следовать за Спасителем, заключая с ним заветы, а затем соблюдая их, откроет двери всем духовным благословениям и привилегиям, доступным мужчинам, женщинам и детям по всему миру». Конец цитаты. «Я торжественно свидетельствую, что все, о чем я говорил, истина, и что все это стало возможным благодаря учениям и искуплению Иисуса Христа, которое делает все это возможным в рамках великого плана Бога, нашего вечного Отца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы молимся о том, чтобы Ты благословил президента Нельсона, и также молимся о том, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы могли следовать руководству, наставлениям и советам, полученным и получаемым от живущих пророков, и делать это с особой точностью и вниманием. Отец, мы просим Тебя о постоянном напарничестве Святого Духа и молимся обо всем об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы смотрели трансляцию субботней утренней сессии 188-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должности лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Хоровой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись-перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok